всем здравия я Роман Головин и сегодня хотел поговорить о своем опыте сейчас я отдыхаю от спортзала поговорить о бодибилдинге немножко долгое время занимался увлекался бодибилдингом очень большие нагрузки давал на организм практически два с половиной даже три года вообще не отдыхал потом сделал небольшой перерыв и сейчас очень сильно загружен решил просто отдохнуть и вот сейчас уже наверное пять недель отдыхаю чувствую себя прекрасно конечно же на сыроедение даже на сыроедение мышцы уходят немножко больше подкожно жирка появляется это нормально те люди которые занимаются и употребляют искусственные добавки протеина естественно их еще быстрее все это спускается сдувается это нормальное состояние организма ведь в нас не закладывали информацию чтобы мы были как на картинке как арноль шорснеггер грубо говоря и естественно когда мы занимаемся мы достигаем своего максимума в накачке мышц если мы хотим накачаться дальше то естественно применять специальное питание богатое белкам белками и различные добавки сейчас наука продвинулась очень далеко вперед в наращивание мышечной массы идут глубокие изучения различные виды проводятся экспериментов с людьми с животными и человек фактически превращается в такого животное там бройлерная да который находится на фермах который не двигается задача нарастить мышечную массу также человек всеми возможными способами для красоты в основном опять же таки повторюсь что это ненормально поэтому переходя на сыроедение на духовный путь развития конечно же в первое время всегда хочется всем доказать что ты большой ты сильный у тебя мышцы огромные и ты можешь также на сыроедение быть показывать своим примером я считаю что смысла нет кому-то что-то доказывать так как мы живем в цивилизации в матрице в определенной да где существуют определенные программы существуют определенные взгляды на жизнь что вот если ты худой значит ты там какой-то не такой то есть это не нормально то есть толстые это нормально да то есть купит он и все значит нам здорово и здоровье а если допустим человек там худой как бы да ну и для них худой то это не хорошо конечно ненормально чрезмерно худого тоже не есть хорошо человек должен быть подтянутый поджаристый как угодно сказать можно жилистый живота конечно не должно быть лишнего жира тем более это понятно занимается человек там спортзале усиленно не занимается когда я перестал заниматься у меня выделилось сейчас очень много энергии позволяет гораздо меньше спать нежели на сыроедение это огромное первое отличие вместо восьми часов там спишь 4-5 часов 7 часов это просто если высыпаешься просто это предел просто мечтаний это уже избыток прямо 7 часов даже если не питаясь идеально фруктами и овощами такие как растут на кипре все равно когда человек находится в другой стране в более северной стране все равно возможно жить на сырый день и находиться есть даже привезенные фрукты все равно чувствуешь себя нормально прекрасно никаких проблем не возникает даже если иногда больше чего-то сыроического съедаешь нежели там в жаркой стране ничего страшного в этом нет не нужно себя обвинять кори за это и так далее много энергии когда много энергии можно сделать больше различных дел когда человек все время занимается спортзале теряет много энергии не хватает времени на саморазвитие на медитации когда я занимался серьезным прям реально вот такой период наступает последний месяц цикла поднимаешь большие веса и просто нет здоровья никакого то есть полдня надо восстанавливаться иногда и сутки чтобы в себя прийти после таких нагрузок когда там не то что там уже мышцами поднимаешь ты уже ментально поднимаешь всеми возможными способами лишь на этот вес поднять естественно где-то может даже техника нарушается но это такие экстремальные веса нам до двух до трех недель бывают такие тренировки потом опять новый цикл начинается с минимальных каких-то весов средние веса и пошло по возрастанию но это обычные циклы которых уже все все знают кто занимается не буду сейчас повторяться сейчас не буду конкретно опять повторять о бодибилдинге есть там специалисты которые вам нам более детально все это объяснят как накачаться там какую химию надо есть еще что-то там опять же таки повторюсь везде должна быть цель для чего вы это делаете и нет смысла переходить на сыроедение чтобы накачаться например да или там переходя на сыроедение вы все равно никому не докажете что на сыроедение могут быть огромные мышцы людей очень много которые еще не встали на духовный путь и им что-то доказывать бесполезно поверьте мне у меня уже есть опыт с этими людьми вступать в дискуссию себя как говорится дороже обходится на тебя еще больше грязи выльют что-то им рассказать объяснить бесполезно что-то доказать тем более они все равно останутся при своем мнении они непробиваемые с такими людьми тяжеловато конечно вступать в контакт просто нужно их обходить как бы да не вступать какие-то дискуссии сказал почувствовал что этот человек отошел в сторону грубо говоря этим людям надо еще развиваться много жизней те люди которые воспринимают такую информацию которые я на канале о себе рассказываю другие люди они чувствуют это внутри то есть они ощущают всегда совпадает с их ним мышление с их ним чувство внутреннего человек не только одну жизнь живет а множество жизней и поэтому когда я что-то говорю те люди которые это прошли уже в предыдущей жизни они это легко воспринимают есть люди которые это не проходили у них нет этой информации как будто режет что-то внутри но это не значит это неправильно то что у этих людей просто нет опыта нет знаний эти люди не могут это почувствовать но это тоже правда конечно когда заново начинаешь заниматься через какой-то период я считаю что все таки иногда надо давать длительные перерывы когда там ты устал когда ты много работаешь мало спишь я считаю это уже идет во вред организму естественно опять же повторюсь надо всегда чтобы была золотая середина стараться отдохнуть больше медитировать гулять находиться на свежем воздухе там читать снимать видео и так далее заниматься другими вещами которые нужен для вас для окружающих с кем вы контактируете длительный период времени конечно я занимался без какого-то цикла например занимался в свое удовольствие по своему самочувствию но как обычно скажу по своему примеру больше происходит перетренированность нежели недотренированность у меня лично поэтому всегда стараюсь себя оттормозить так сказать да сказать знаете надо больше отдыхать и конечно же когда человек старается нарастить мышцы он старается много есть и так далее а большинство духовно развитых людей они наоборот стараются от пищи отходить меньше пищи на самом деле пищи много не надо едим мы больше для своих вкусовых рецепторов потому что все-таки пища является определенным видом наркотика и как бы получаешь определенное удовольствие потребляя выделяются эндорфины различные гормоны счастья и человек плотина иногда да это надо разгрузиться конечно я согласен тем более если допустим в семье тебе не поддерживают твоих сыроических началах или фрукторианствах когда только человек фрукторических началах очень сложно человека удержать если допустим не жена не муж там еще кто-то не поддерживает вас конечно это очень тяжело знаю по себе когда ты куда-то резко двигаешься там и с тобой не успевают естественно кричат подожди подожди там затормози да и все семьи за тобой угнаться а потом уже дальше двигаясь естественно тоже такой опыт есть присутствует прекрасно вас понимаю конечно же нужно заниматься спортзале периодически до поддержит свою форму особенно и мужчинам и женщинам которые ведут активный образ жизни тело все равно он должно быть упругим если заниматься то можно в принципе производить неплохую коррекцию мышцами до каких-то недостающих или скажем так частей тела которые вам не нравится либо окружающими нравится можно и скоррегировать там чуть увеличить придать нужную форму которой не хватает конечно кардинально не изменишь то все-таки генетику никто не отменял генетика она конечно играет очень большое значение когда человек приходит в спортзал и сразу видно кто чемпион будущий а кто опосредственный атлет и так далее всегда себе задавайте вопросы что вам все-таки в жизни какие приоритеты либо йога либо медитация и немножко надо фитнесом позаниматься и многие конечно еще хотят пройти этот этап для них фитнес например да будем это очень важно да надо через это пройти так же как я проходил когда есть желание надо этим заниматься когда уже закончится желание как у меня заканчивается желание да надо конечно отходить от этого пустить потихонечку просто поддерживать свою форму на самом деле такая большая мышечная масса она в жизни только мешает это просто красиво хвостовство там дань моде и так далее сегодня это модно там может через 20 там через 50 лет это будет совершенно не модно и многие люди просто от этого будут отказываться ни один долгожитель еще не был бодибил бодибилдером или атлетом который профессионально занимается тело изнашивается очень быстро сердечно-сосудистая система изнашивается изнашивается хрящи хрящевая ткань костная ткань может уже когда касается изнашиваться то есть потом очень тяжело организм восстановиться при такой нагрузке очень много выделяется различных токсинов шлаков организм работает на износ и поэтому организму немножко тяжеловато то есть это тоже нужно учитывать я уже пробег рассказывал многие там самой спорили как так ты смел там пробег рассказать да смел также и сейчас я говорю про атлетическую гимнастику что это не особо полезно если только какие-то средние веса там свое удовольствие там два-три раза в неделю до этого достаточно если там человек уже занимается большее количество раз я считаю что это уже такой более уже подход серьезный и нужно сильнее восстанавливаться более правильной пищи подбирать больше отдыхать но для определенных целей естественно да когда человек спортсмен профессионал до зарабатывает этим на жизнь это уже другое а если для себя ну может быть на начальных порах когда человек молодой то ему хочется там поиграть в мускулами да это все понятно но когда человек уже конечно таком осознанном возрасте это понятно что проведение такого количества времени спортзала я считаю что каких-то только исключительных ситуациях должен быть то посмотрим а сейчас я отдохну еще может быть пол месяца потом может быть опять пойду спортзал попробую заниматься в свое удовольствие чтобы там только поддерживать форму и буду уже постепенно вам рассказывать что получается как я себя ощущаю потому что как правило когда начинаешь заниматься как наркотик до начинаешь еще больше еще больше хочешь и тебя все это затягивается потом ты начинаешь отдавай побольше зеленой гречки схем там еще что-то там и на самом деле засасывает и ты уже начинаешь не замечать как ты место там 40 минут там три раза в неделю занимаешься по полтора часа потом по два часа потом по три часа потому что елки потом через день потом каждый день почти потому что не перебор ребят то есть это уже как с молодость когда все время занимаешься спортом физкультурой все это конечно затягивает засасывает но это опыт определенной жизни это надо пройти когда особенно сильное желание на духовность это не влияет единственное что это влияет на образ жизни когда не хватает энергии на то или иное действие поэтому энергия такая вещь мы едим для этого для энергии и медитируем для того чтобы было энергии спим чтобы восстановиться поэтому это очень важные процессы человек работает на энергии итак заканчиваю это видео буду в дальнейшем рассказывать об изменениях конечно бы хотелось бы больше заниматься и медитацией йогой и другими упражнениями которые именно полезны для тела энергетическом плане всего самого доброго увидимся в новых видео всем пока